С самого детства, как и большинство детей, я была мечтателем и фантазером. Смотрела на мальчиков, которые представляли себя рыцарями, пиратами, магами, разными персонажами из комиксов, мультиков и сказок. И девочки представляли себя снегурочками и снежинками. Или, играя с куклами, представляли себя на их месте, без устали разговаривали друг с другом через кукол Барби. Я же всегда была без ума от диснеевских принцесс. Постоянно представляла себе, что я Золушка. Такая же скромная и трудолюбивая, которая в итоге найдет свое счастье, несмотря ни на что. Эта сказка научила меня тому, что за полосой неудачи следует счастливое. Научила верить в свои мечты, и они обязательно сбудутся. Научила ждать и надеяться, и верить, что лучшее еще впереди. Чудачась и представляя себя Белль из «Красавицы и чудовища», я одновременно училась вместе с ней, что не бывает идеальных людей, что внешность человека — лишь его оболочка, и нужно любить его за внутренний мир. Несмотря на то, что в основном я вдохновлялась положительными персонажами из диснеевской вселенной, были и так называемые злодейки, из образов которых я вынесла уроки для себя. Малефисента научила меня тому, что месть — это путь в никуда, что человек, одержимый местью, как собака, бегущая за машиной. И когда он достигает своей цели, в итоге его ждут только еще большее страдание, и в конце — искупление за свои поступки. Стервелла же на своем примере показала, что человек, одержимый жаждой в материальных средствах, превращается в персонажа, которому даже не хочется сопереживать. Она научила меня тому, что не у всего есть цена, и не все можно купить, что есть что-то важнее, чем деньги. Наверное, потому что я пропускала через себя образы различных персонажей, у меня появился интерес к моделингу и игре на камеру, где моя детская страсть к перевоплощениям заиграла другими, более взрослыми красками. Александра Купреева, факультет экономики и менеджмента.